Бодрое заявление в пятницу министра социальных дел Ханну Певкуру о том, что медработникам сделано достойное предложение, последними таковым расценено не было. Как выяснилось сегодня, с половинчатым решением медики не согласны и настаивают на том, чтобы со следующего года зарплата работников по уходу повысилась на 23%, медсестер на 17,5% и врачей на 11%. Согласившись на продление амбулаторного визита на 5 минут, больничная касса никак не обозначила верхнюю планку нагрузки на врачей и медсестер в стационаре, сколько пациентов они должны лечить в рамках одной должности. А это было очень важным условием для бастующих медиков. Во второй половине сегодняшнего дня переговорный процесс зашел в тупик. Мы надеялись, что у работодателя есть желание разрешить трудовой конфликт, договориться, чтобы прекратить забастовку. Но теперь мы поняли, что Союз больниц не имеет полномочий на ведение переговоров на выдвинутых нами условиях. А ведь переговоры должны идти в обсуждении и поиске компромисса. В Союзе больниц подтвердили, что полномочия от больничной кассы на ведение переговоров им выдавались только на те условия, которые были озвучены в пятницу. И главное из них – повышение зарплаты медиков поэтапно в течение двух лет. Бастующие обратились напрямую к министру социальных дел Певкору и руководителю больничной кассы Россу, чтобы они выступили в роли другой стороны переговоров, коль от этого отказались непосредственные работодатели. В любом случае, пошел 15-й день забастовки, что является абсолютным рекордом в истории нашей страны. А свет в конце туннеля даже не забрежил. Наталья Малюс, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Спасибо. 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 Спасибо.